Всем бит! С вами Никита Бурый, aka DJ Ник Браун. Это уроки битмейкинга, и на этом канале мы говорим о музыке и ее создании разных техниках. И сегодня речь пойдет о очень крутой технике, которая становится все более и более популярна. Ее используют такие музыканты, как Noise MC, Ed Sheeran, FKJ и еще десятки и сотни крутых музыкантов. Эта техника называется Live Looping. В этом выпуске я покажу тебе, как настроить свой Ableton для того, чтобы сыграть Live Looping Set. Погнали! Для начала нужно разобраться в терминологии. Начнем с самого элементарного. Я, конечно, уверен, что вы все знаете, но, тем не менее, Loop — это цикличный фрагмент музыки. Он может быть как на ударных, точно так же на басу и на любых других инструментах. Live Looping — это когда цикличные музыкальные отрезки записываются живьем и продолжают дальше играть. Таким образом происходит наслоение одних инструментов на других, и получается полноценная музыкальная композиция. Конечно, когда мы говорим за классический Live Looping, мы подразумеваем девайс, определенный девайс компании BOSS, который называется BOSS RC-505. Это классический лупер, классический инструмент, который был придуман изначально для гитаристов. То есть эта педаль такая гитарная, чтобы сразу несколько партий записывать гитары, было придумано, чтобы нажимать именно на гой. Но со временем Live Looping стал популярным среди битбоксеров, и компания BOSS выпустила специальный ручной лупер, который точно так же называется BOSS RC-505, только уже современный, очень клевый лупер. Но сегодня мы поговорим не о железяках и девайсах, с помощью которых можно делать лупинг, мы поговорим о нашем софте Ableton и о его возможностях для этого дела. Мало кто знает, но в стандартных аудиоэффектах в программе Ableton есть эффект, который называется лупер. Сегодня он нам и понадобится. Также нам понадобится какой-нибудь девайс а-ля MPD, для того, чтобы управлять этим эффектом. Еще нам понадобится целый сет звуков, где будут обязательно барабаны, перкуссии, различные интересные звуки, и чем их будет больше, тем более красочный и мощный саунд вы сможете получить. Мой сет выглядит вот так. Также вы можете заметить, что некоторые звуки на пэдах отсутствуют. Они нам нужны как раз для управления лупером. Закидываем лупер на дорожку с драм-реком. Теперь наша задача сделать MIDI-мэппинг. Мы нажимаем в правом верхнем углу иконку MIDI, все становится у нас синеньким, и мы переходим в нашу дорожку и выбираем эффект лупера. Находим очень важные кнопки и начинаем их назначать. Нажимаем на виртуальную кнопку, после этого нажимаем на реальную кнопку. Таким образом у нас назначаются не звуки на эти пэдах, а именно контрольные команды. На английском control command, cc-шки мы их еще называем. Нам нужно назначить абсолютно все команды. Запись, отмену, очистку. Также я люблю добавлять управление длиной лупа, делать его в два раза длиннее или в два раза короче. Это очень удобная функция. Ну так, теперь посмотрим, как это работает. Когда мы нажимаем на кнопку REC, начинаем что-то играть. Играем. После этого мы еще раз нажимаем на REC, и все, что мы сыграли до этого, по сути, продолжает дальше играть уже само. Важно здесь обратить внимание на BPM вашего проекта. BPM проекта меняется в тот момент, когда вы сыграли квадрат. Таким образом, лупер подстраивает весь проект под то, что вы сами играете. Это очень круто, потому что это единственная возможность назначать темп проекта без каких-либо дополнительных действий именно от того, что вы сыграли сами. Ну что ж, теперь перейдем к практике. Я люблю начинать с перкуссии, потом добавлять хэд с клэпом и кик со снейром. Это звучит примерно вот так. Таким образом, можно играться не только с барабаном. Можно эффект лупера назначить на любые музыкальные инструменты. Это могут быть клавиши и так далее. Зацените, у меня на канале есть плейлист, который называется Self Jam. Я там по этой технологии с помощью программы Ableton играю небольшие лайф лупинг перфомансы. И если это видео тебе понравилось, ставь лайк, подписывайся на канал, это бесплатно. Если хочешь поддержать в выпуске видео монеты, есть ссылочка на Boosty, она в описании. Обязательно подписывайтесь, чтобы я знал, что вам нравится. Ставьте лайки, пишите комментарии. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok